Одна программа, которая и рекламируется, ее видно и можно найти в интернете, программа получения Golden Visa. Golden Visa – это программа, по которой, если инвестировать в греческую экономику, а именно в недвижимость или в какую-то там коммерческие какие-то объекты или в частную квартиру, дом, что-то, участок, сумма не менее 250 тысяч евро, то тогда в Греции, полагается, можно получить вид на жительство. Вид на жительство, который получается достаточно, если вступать в эту программу, достаточно несложно, то есть не нужно обращаться в консульство и можно просто приехать с любой совершенно туристической визой. При этом, единственное, что нужно, чтобы была правильно куплена недвижимость и правильно произошла оплата, то есть оплата должна пройти обязательно по банковской системе, и при этом нужно обязательно иметь свидетельство о рождении с печатью опустили иностранному гражданину и свидетельство о браке. Эти документы предоставляются в организацию нашей мобороны, и в течение, до ситуации ковида, в течение двух недель, люди получали карточки красивые специальные европейского борца, которые дают право на свободное передвижение в Греции и в Европейском Союзе в зоне Шенге, срок действия 5 лет, и право на получение такой карточки распространяется на собственника жилья, супруга, детей до 23 лет и родителей обоих супругов. В дальнейшем, через 5 лет эту карточку можно продлевать, и также тоже на 5 лет. Каждый раз здесь вот на 5 лет. Всего еще стоит у нас обсуждение о том, что граждане, которые вступили в эту программу, будут в дальнейшем иметь право претендовать на греческое гражданство только потому, что они вступили в эту программу. Но сегодня нету какой-то конкретной статьи, которая бы это предусматривала, но сейчас находится на обсуждении изменения, которые планируется ввести в кодекс о греческом гражданстве. И там предполагается, что будет какая-то статья, под которую смогут подпадать и инвесторы, вошедшие в программу Golden Visa. Очень популярная программа. В этой программе сейчас активно участвует и статистика. То есть, если интересно, можно посмотреть статистику. Она официально размещена на сайте Министерства внутренней деловательности, даже, кстати, на английском языке. Основные инвесторы, участники этой программы – это китайцы. То есть, китайцы обнаружили для себя эту программу два года назад. Очень так неплохо инвестировались, их даже стало слышно и видно здесь в Афина. Не буду говорить, какие цифры, чтобы сказать, что это не то. И, в общем, они являются основными. После них идет уже и Россия, и Украина. Но просто они идут большим разрывом. Из первых людей, которые вошли в эту программу, программа действия 2013 года – это Россия и Украина. Основная масса. Белоруссия сейчас. Скажите, пожалуйста, но ведь данная программа, я правильно ли понимаю, она подразумевает, что у человека есть денежные средства, он проживает на них. То есть, у него какой-то пассивный доход, какие-то накопления. То есть, на территории Греции, ведь по данной визе он не может работать, или я неправильно размышляю? Смотрите, участие в этой программе предусматривает пассивное нахождение в Греции. То есть, говорится, вы пассивно вкладываетесь в греческую недвижимость, и мы вам за это предложили. Единственное, что нам нужно, чтобы ваше вложение в эту недвижимость оставалось. Кстати, можно недвижимость продать и купить другую. Под то, чтобы было вложение. Она не предполагает какой-то трудовой деятельности. Если однако, да, и предполагает, значит, проживание. Плюс этой программы в том, что для того, чтобы сохранить право иметь такой вид на жительство, не нужно проживать в Греции. Можно в Грецию приезжать раз в год на неделю. Можно в Греции жить 365 дней. Можно этой карточкой пользоваться в другой стране шенгена. Вы знаете, что движение, естественно, без границы. Можно спокойное передвижение. Официально разрешается об этой карточке находиться три месяца в другой стране. Больше нет ограничений в этих 180 дней, 90 дней, полугодий. Вот это вот. Если, однако, люди находятся здесь и хотят вести какую-то трудовую деятельность, они могут вести трудовую деятельность. Единственная трудовую деятельность, которую они не могут вести, это работа по найму. А работа по найму предполагает трудовой договор, по которому есть работодатель, есть работник, есть страховые и пенсионные взносы. Вот чтобы под такую, вот именно такую работу, нужно получать немножечко другое разрешение. То есть это разрешение, эта программа Golden Visa, она не дает права на активную, так сказать, работу, только на пассивную. Пассивную, имеется в виду, гражданин, который имеет такой документ, может учредить любое совершенно предприятие. Может быть, управляющим, единственным учредителем, как угодно. То есть вести предпринимательскую деятельность через юридическое лицо этой карточкой. Хорошо, спасибо большое. С Golden Visa мне, в принципе, все понятно. Вот очень интересен еще вопрос, вот тоже пассивного такого вида нажительства, когда у человека есть доход, пассивный доход вне территории Греции, он может получить вид нажительства на основании дохода, то есть необязательно покупать недвижимость, при этом можно ее и купить, либо снять в аренду. И он просто показывает, да, что вот у меня есть там дивиденды или там заграничные какие-то поступления. Вот интересен тоже такой вид нажительства. Вот расскажите, пожалуйста, как происходит процедура и какие основные критерии? Совершенно верно. И что интересно, потому что программа, которую я вам рассказала о собственниках жилья, так сказать, в той же статье 20 нашего миграционного кодекса, и в той же статье 20, пункт Б, это финансовые независимые лица, то есть лица, которые имеют пассивный доход, и право, так как у них есть пассивный доход, который достаточен для того, чтобы обеспечить прожиточный минимум здесь, в Греции, они имеют право на получение вид нажительства. Однако этот минимум определяется каждый раз специальными инструкциями нашего Министерства экономики. На сегодняшний момент, и должна отметить, что это уже много лет действует, сумма, которую необходимо подтвердить, что она, подтвердить это обеспечение на будущий срок, это 2000 евро. 2000 евро в месяц на человека, который является финансово независимым. Если этот гражданин сопровождается супругом, детьми и так далее, то есть на супруга, то тогда у него 2000 евро должны быть увеличены еще на 20%, то есть 2400. Если добавляются еще несовершеннолетние дети, то значит еще по 15% на каждого ребенка. То есть эта сумма увеличивается каждый раз, 2000 евро на месяц с расчетом на год. В этом случае сопровождать финансово независимое лицо могут члены семьи, такие как супруга, и дети до 18 лет. То есть нет распространения до 23 лет. Родители супругов также не имеют права получать финансово независимое, но имеют право семья. Срок получения, срок действия этого вида на жительство – 2 года. Продление также возможно с тем, что будет подтверждение, что обеспечена эта сумма 2000 евро на будущий период 2 лет на всю семью с повышением. И тогда опять же на 2 года. Вот относительно налогов, то есть человек становится налоговым резидентом, должен ли он с этого дохода своего стороннего платить налог в Греции? Автоматически налоговым резидентом в Греции не становится никто. Для того, чтобы только из-за того, что гражданин выбрал и думает, что он, наверное, все-таки здесь будет жить в Греции и выбирает это как постоянное представительство, еще не значит, что автоматически кто-то ему поменяет налоговое резидентство. То есть вопрос налогового резидентства в Греции рассматривается как декларация заявления лично заинтересованного самого лица. То есть от доходов, которые гражданин получает и говорит, что у него есть такой доход, если они за рубежом, то в Греции никакие деньги и никакие проценты от этого не оплачиваются в виде налога. То есть это сумма в той стране, где зарабатываются эти деньги. Должна быть, должна быть, налоги, какие-то ставки и так далее. В Греции нужно просто подтверждение. При этом денежные суммы, которые подтверждаются, что у нас есть, можно показывать и на иностранных банковских счетах. То есть не обязательно для этого открывать греческий банковский счет, но если желает гражданин, то может. Находясь здесь, однако, в Греции долго. Есть у нас статьи в Налоговом кодексе, которые предусматривают, что нахождение в стране более 180 дней предполагает уже, просто говоря, первый шаг резидентства. Но для того, чтобы этим резидентом стать, нужно, чтобы было и сочетание еще трех признаков, то есть основное место проживания семьи, учебы и самое главное, а самое главное, но мы считаем это таким критерием, основное место получения дохода. Или основное место получения основных доходов. Здесь, например, в Греции от сдачи недвижимости есть какой-то доход, не знаю, тысячи евро, и при этом есть еще проживание. Но при этом в России есть какая-то деятельность, не знаю, какой-то компания, учреждение, или может быть тоже недвижимость, от которой доход не тысячи евро, а две тысячи евро, то налоговое резидентство при этом остается в России. Я поняла. Доходы пойдут оттуда. То есть если там налог больше, правильно я понимаю, что если по второй стороне... Доход в той стороне больше. Если при этом это еще сочетается с командировками, с передвижениями, да, то как бы ваше там что-то резидентство. Однако, если гражданин желает и хочет получить налоговое резидентство, в Греции, пожалуйста, это заявление. И вы видите, что я хочу здесь стать резидентом. В Греции скажут, пожалуйста. Но при этом нужно, конечно, декларировать и показывать все доходы, получаемые в мире. Мировые доходы. Еще такой очень важный момент. Вот если мы будем рассуждать по аналогии, например, с Францией, да, виза-визитер, которая тоже позволяет также находиться. Вот эта виза, она не позволяет человеку работать. Вообще, даже если, например, он IT-специалист и работает на иностранную компанию, то есть не на территории Франции. Если мы проводим аналог с Грецией, если это IT-специалист, имеет какие-то контракты за рубежом, имеет ли право вот он сидеть, например, у себя дома, снимать аренду и как бы технически работать в компьютере? То есть получается, он же как бы работает, только работает он не на Грецию, а на иностранную компанию, получает доход, да, то есть работодатель иностранный перечисляет зарплату. То есть имеет ли он на это право? Да, он имеет на это право. То, что он не имеет право, это... Если работодатель заключит с ним прямой договор в месте исполнения его трудовых обязанностей, то есть в Греции гражданин находится, значит, в греческий налоговый номер, греческий резидент и греческий банковский счет и место оказания услуг Греция. Вот для того, чтобы вот это все сделать из Греции, на это нужно специальное разрешение, которое получается через греческое консульство на трудовую деятельность по оказанию услуг. Другой вариант, что я объяснила и раньше, налоговое резидентство в Греции не приходит автоматически только по проживанию. И этот же самый гражданин может находиться в Греции, оказывать услугу другой иностранной компании в своем доме, не в офисе. В своем доме, в офисе, дома за компьютером, или правда, делать свободно. Трудовой договор, при этом, который он исполняет, действует между ним, как гражданином, не знаю, другой страны, например, Украины, вот другой страны, и деньги, которые он получает на банковский счет, на банковский счет он получает, опять же, в Украине, как гражданин Украины и налоговый резидент в Украине. Да. А дома он у себя находится временно в Греции. Пожалуйста, указывает услугу по трудовому договору с заключенным между налоговым резидентом в других странах. Это он может совершенно спокойно делать. Если он хочет это все организовать, например, в Греции, так как он, то есть это можно сделать или на частном уровне, сам лично получить специальное разрешение через греческое консульство и оказывать такие услуги, которые мы только что проговорили, из места нахождения в Греции, или другой вариант, не получая специального разрешения в греческом консульстве, он может в Греции учредить предприятие, которым сам же будет являться учредителем, и через юридическое лицо, учрежденное в Греции, может оказывать или саму услуги, при этом платить налоги в Греции. Скажите еще, вот помимо подтверждения своего дохода, и вот относительно этого дохода, то есть человек сразу должен показать какую-то сумму на счету, или он может показать, например, какую-то небольшую сумму на счету, и при этом документы, которые подтверждают получение дохода в будущем, какие-то там договора, то есть которые, скажем, покажут, что там скоро ему будут поступать систематические выплаты. Смотрите, система получения этого вида нажительства, она состоит из двух этапов. Второй этап мы называем его как бы проще, это этап после того, как гражданин уже получил в греческом консульстве, это получение документа здесь непосредственно в Греции. Для получения документа здесь непосредственно в Греции необходим один документ, подтверждение уже сейчас, что на банковских счетах в Греции или в какой-то другой стране сумма на два года вперед уже есть. При этом эта сумма является как бы гарантией, что значит будут и какие-то другие деньги, за счет которых вы будете жить, который там говорит закон. Эта сумма не морозится, ее просто нужно показать и объявить, что вот, пожалуйста, у меня есть. При этом, например, у меня есть там, не знаю, 24 тысячи у меня есть в России, там 10 тысяч у меня есть в Греции, там еще 5 тысяч у меня есть в Германии, например, со всех этих счетов. И Греция на этом основании дает документы. Первая часть, однако, получения доведения жительства, она проходит через греческое консульство. Греческое консульство при этом рассматривает уже все предпосылки, насколько гражданин действительно сможет и наперед иметь такие вот доходы в сумме 2000 евро и плюс со всеми повышениями на каждый месяц. Как это подтверждается? Подтверждается документами, которые, очень удобный документ, это долгосрочная аренда, в которой видно, что такая-то сумма будет поступать за такие-то там объекты. Другое еще участие граждан в общество с ограниченной ответственностью, если компания на самом деле работает и есть доходы, это тоже является какой-то гарантией. Далее какие-то, мы говорим, пособия, может, это алименты. Другой вариант еще, что тоже есть такой плюс, есть отдельная категория граждан, пенсионеры, которые уже стали пенсионерами. При этом пенсионер, он как бы не может особо объяснить у него пенсия, мало кого пенсии с 2000 евро, да, тем более показать это, да, показать это, да, 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 да. Но при этом, однако, у пенсионеров есть накопление, то есть накопление на банковском счете, или, например, получается, если, например, до подачи заявления в греческой консультации, до последних двух лет был продан какой-то объект недвижимости, договор купли-продажи, это является дополнительной гарантией того, что доходов хватит, на самом деле, для того, чтобы проживать в стране. Это все нужно, об этом все нужно показать и убедить, так сказать, греческое консульство, которое всегда заставляет за собой право еще раз присмотреть и посмотреть дополнительные документы. Также обязательно просим показывать за предыдущий период времени, то есть за предыдущий год, два, три, движение денег по банковскому счету, какие-то предыдущие трудовые деятельности, что не с сегодняшнего дня, когда обратились к консульству, начинается история, нужно показывать доходы, а на самом деле в предыдущий период были доходы, пусть не две тысячи, пусть была тысяча, были доходы. Вот так вот думаем. То есть, как правило, у нас не случаются каких-то вопросов. Для того, чтобы получить этот вид на жительство, нужно обязательно иметь специальную еще так же справку о состоянии здоровья специального образца для выезжающих за рубеж, и справку о несудимости. Подчеркиваем, то есть он несудимость, это значит, что никогда не был суден и справочка должна быть без каких-либо других ограничений или происшествий, если они случаются в жизни. А жилье, скажите, пожалуйста, договор аренды, то есть нужно показывать или на начальном этапе, ну это не обязательно, потому что если у человека есть деньги, то есть автоматически он может позволить себе арендовать жилье? То есть на начальном этапе мы советуем с такси работаем, то мы советуем сделать налоговый номер в Греции, открытие греческого банковского счета, то есть чтобы подтвердить в греческом консультации свое намерение индивидуально в Греции решить и подобрать объект для проживания. То есть сразу вступать в договорные отношения по аренде, не получив еще раз решение греческого консультации, как бы совершено не обязательно, но нужно иметь преддоговор и предоснование, то есть где именно вы будете проживать в случае, если вам вы даете специальная виза для финансового индивидуального лица. Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а количество пребывания на территории Греции по такому виду на жительство есть какие-то ограничения или так же, как по золотой визе можно приезжать и уезжать, когда захочется? Смотрите, сто, я совсем сказала, как в нашей статье, статья 20-го нашего миграционного кодекса, то есть до недавнего периода, до мая месяца 20-го года действовало то же самое правило, как и для граждан, которые получили эти золотые визы. То есть они могли, можно было в Грецию не приезжать вообще никогда, можно было приезжать только на продление документов, но можно было в то же время жить 365 дней. То есть совершенно свободное право передвижения, проживание, не нужно было что-то подпишать для того, чтобы заниматься в дальнейшем продлением вида на жительство. К сожалению, многие люди этим воспользовались, не проинформировав людей, что все-таки в Греции желательно как-то находиться. После чего в мае очень так бы был принят закон, изменение, по которому на сегодняшний момент в случае при продлении документов финансово-независимого лица здесь, в Греции, как я вам сказала, продление вот эти каждые два года, нужно подтвердить по паспорту свое нахождение в Греческой Республике в Европейском Союзе в течение шести месяцев в году. Кроме этого, однако, предусматривается и распространяется на это правило и статья, которая всегда действовала в Миграционном кодексе, то есть всегда есть какие-то экстренные, какие-то очень серьезные причины отсутствия. Тогда их нужно подтверждать. Они перечислены в законе, например, это случай по здоровью, какая-то серьезная история, наблюдение в больницах, лечение, не знаю, санаторий, что-то, что должно быть официально за документы и подтвержденное из больницы. Это может быть какое-то посещение родственников там за рубежом, которое очень важно, там, не знаю, это может быть свадьба, это может быть что-то угодно. Военная служба, кто-то там военно обязан, и учеба, учеба, то есть это учится в каком-то институте, там, не знаю, где учится, и по работе, но по работе имеется в виду экстренность. То есть эти промежутки отсутствия, если они подтверждаются какими-то из этих документов, то они принимаются во внимание как уважительные и не являются тогда препятствием. Просто это нужно теперь уже как бы иметь в виду, если заниматься дальнейшим управлением документов на своем деле сможет. Хорошо, смотрите, вот на начальном этапе вы говорили, что пока еще нет в законодательстве такого пункта, что весь этот срок пребывания может конвертироваться в гражданство, но относительно ПМЖ, то есть постоянного вида нажительства, то есть сроки пребывания под данным категориям, они суммируются и переходят в постоянный вид нажительства, то есть в постоянное резидентство. Постоянный вид нажительства в Греции есть, он предусматривается, но срок этого постоянно вместо вида нажительства, однако, ограничивается десятилеткой, то есть постоянно получить на 50 лет, на 20 лет, можно получить на 10 лет, и когда пройдет 10 лет, надо объявиться, сказать, что я жив, возможно, оставить какие-то документы, независимо, в каком направлении выдан под постоянный вид нажительства и заново его продлить на 10 лет, то есть более 10 лет виды нажительства никак не предусматривается, хотя он и называется постоянный. В общем, в кодексе, я хотела просто сказать, видов нажительства очень много, их более 20, их много на самом деле очень. Мы сейчас проговорили про два виды нажительства, самых удобных и не вызывающих каких-то особых обязательств в стране, это финансово независимое золотое и виски. Однако, для того, чтобы по сегодняшнему кодексу греческого гражданства, для того, чтобы претендовать на вид нажительства, нужно иметь на вид нажительства постоянно, нужно иметь немножечко другое вид нажительства, которое тебе позволяет дать право на трудовую деятельность. Греция одним словом желает, чтобы для того, чтобы претендовалось на гражданство, нужно, чтобы в течение 7 лет хотя бы в Греции нужно проживать и в Греции нужно заполнять налоговую декларацию, получить какую-то документу и платить налог. Но этот момент, за то, что я вам сказала, будет меняться. Можем не уплачивать налоги, если мы этого не хотим. Да, мы свободны. Но при этом мы все равно можем претендовать на вот этот ПМЖ 10-летний. Да. Если мы проживем в Греции в течение 5 лет непрерывно, при хорошо выучен, пройдем специальные курсы греческого языка на уровне ниже среднего, уровень БЭТА, получим минимальные документы. О том, что мы знаем, тоже пройдя курсы, знаем греческую историю, культуру на уровне гимназии. И при этом в течение этих 5 лет будем заявлять в Греции какой-то доход и получать, и платить какие-то налоги. Это могут быть мировые доходы. Главное, что Греция будет получать отсюда какие-то налоги. Тогда мы имеем право подать документы на обитножительство, так называемые, для давно живущих, грубо говоря, если в переводе, как он называется по-гречески, для давно живущих здесь граждан. Вид на жительство сроком на 5 лет. Он дает право передвижения и занятия трудовой деятельностью не только в Греции, но и по всему, но и по всей Европе. И имея такой вид на жительство, который выходит на 5 лет, получается, 5 лет до него, он выходит на 5 лет, в общем, собрав 7 лет с первого дня, можно подавать тогда документы на греческое гражданство согласно действующему сейчас законодательству. Хорошо, поняла. То есть, если человек, например, не планирует все-таки изучать греческий язык, если он пользуется этими видами на жительство исключительно, чтобы пребывать в Европе и наслаждаться греческой культурой, может быть, не углубляясь в язык, то есть он может просто систематически продлевать этот вид на жительство. То есть это, получается, каждые 2 года ему нужно будет. Однако его дети имеют право получать, пожалуйста, может быть, им будет интересна греческая история культуры. Даже если они будут учиться в каком-то английском, у нас очень много иностранных школ в английском языке, там есть греческие курсы, и можно получить документы, получить вот такой документ. А по-другому, если нет желания учить историю культуры, надо немножечко подождать изменения в законодательстве. Хорошо. Да, очень интересный момент. Но в любом случае, да, как бы, если мы идём всё-таки на резидентство, многие страны, они подразумевают, что придётся сдавать экзамен языковой. Да, люди должны быть к этому готовы. Как бы, ну, получить ПМЖ без языка, наверное, действительно, это не предоставляется возможным.